Наши новости начинают свою работу в эфире в студии Евгения Даровская. Здравствуйте, смотрите в выпуске. Точки роста, как в крае стартовал юбилейный молодежный управленческий форум. Первое впечатление понравился ли Барнаул, исполняющему обязанности губернатора края Виктору Томенко. Не путать, что самое сложное в воспитании близнецов. Время молодых. В Алтайском крае сегодня стартовал международный молодежный управленческий форум «Алтай.Роста». В регионе он проходит в десятый раз. Юбилейная встреча собрала небывалое число участников – полторы тысячи человек, более чем из 20 стран мира. Среди них так называемые стартаперы и уже действующие молодые предприниматели. И государственные муниципальные служащие, ученые, политически активная молодежь и журналисты. Все они собрались, чтобы обменяться перспективными идеями, многие из которых претендуют на воплощение в жизнь. Для этого на форуме организована обширная образовательная программа, которая включает несколько направлений. Наш корреспондент Ирина Корчагина сейчас работает на площадке АТР-2018. Она в курсе последних новостей. Ирина, вам слово. На форуме открыты четыре направления. Ты – предприниматель, менеджмент, социальные технологии и творчество. Несколько часов назад прошла присяга движения «Юна армия». Началась образовательная программа по площадкам. А далее состоится проектная блицессия АТР-ускорения. Там будут защищать порядка 150 проектов. Кстати, о проектах. Финалисты имеют возможность выиграть грант в 100, 200, 300 тысяч рублей. Общая сумма грантовых денег – 4 миллиона рублей. Оценили площадки форума и встретились с представителями экспертного и делового сообщества. Сегодня полпредпрезидента в Сибири Сергей Миняйло и в Рео губернатор Алтайского края Виктор Томенко. На пресс-подходе Виктор Томенко подчеркнул, что только молодежь способна решить проблемы, которые сейчас стоят перед Россией. Он был приятно впечатлен дружеской атмосферой. Здесь ему вручили то, без чего не обходится ни один участник форума. Это фирменный рюкзак АТР. Добавим, АТР-2018 работает в Смоленском районе, недалеко от Белокурихи-2. Форум продлится до конца этой недели. Новый состав правительства Алтайского края сформируют после выборов нового главы региона. Об этом заявил в Рео губернатор окрая Виктор Томенко на своем первом рабочем совещании. Там же он озвучил указ об отставке действующего правительства региона. Первую рабочую встречу Виктор Томенко провел 2 июня, на следующий день после его официального представления в качестве временно исполняющего губернатора Алтайского края. Совещание началось с озвучивания указа об отставке действующего правительства региона. Все его сотрудники, подчеркнул в Рео губернатора, продолжат выполнять свои обязанности, но уже с приставкой ИО. Это произойдет до выборов главы региона, которые пройдут 9 сентября. Отметим, на оперативном совещании Виктор Томенко также ознакомился с кругом обязанностей руководителей структурных подразделений правительства и поздравил исполняющего обязанности первого заместителя губернатора Александра Лукьянова с государственной наградой. Президентом Российской Федерации подписан 30 мая указ за номером 281, в соответствии с которым за большой вклад и развитие сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена за заслуги перед Отечеством первой степени Лукьянова Александра Николаевича, первого заместителя. Спасибо, уважаемые коллеги. Служу России. Ну а первые впечатления от Барнаула очень положительные. Так сказал Виктор Томенко после воскресной экскурсии, которую он провел вместе с главой Барнаула Сергеем Дугиным. Когда принимают гостей, наводят в доме порядок, угощают самым вкусным и свежим, в общем делают все, чтобы произвести наилучшее впечатление. Глава Барнаула правила гостеприимства знает, а потому временно исполняющего обязанности губернатора Виктора Томенко привез на территорию исторической части города, где расположен туристический кластер. Во время прогулки по набережной чиновники общались не только друг с другом, но и с прохожими. Ну вот хочется как-то ту часть продлить. Ту часть, все. Как минимум. Обязательно. Вот, ну и побольше, наверное, мусорных баков. А если бы мы не встретились, куда бы вы отправили свои пожелания? Никуда. Никуда. Прошли, вот побеседовали бы и осталось. Нет, знаете, что в администрации города сайт есть. Сайт? Знаем. Можно туда написать. И вот мы тут были, видели. После знакомства с Барнаулом историческим, Томенко показали Барнаул современные, новые жилые кварталы, которые строятся в комплексе. Со спортзалами, детскими садами, школами. По мнению Томенко, хороший пример для других городов края. Между тем, Сергей Дугин обратил внимание исполняющего обязанности губернатора и на некоторые проблемы в Барнауле. В частности, рассказал об отсутствии в детских садах достаточного количества ясельных групп. Мы в этом году начинаем строительство пяти детских садов. Вот у нас пять тысяч детей в очереди. Поэтому к концу вот следующего года мы введем, у нас будет дополнительно две тысячи, почти двести мест. Из них сто десять мест это ясельные группы. То есть мы практически, порядка 50%, мы закроем потребность ясельных групп. Первые впечатления от Барнаула положительные, отметил Томенко. При этом подчеркнул, что видел лишь парадную часть города. Впереди знакомство с инфраструктурой, коммунальным хозяйством и проблемами самих жителей. Много сделано. Видно, что совсем за небольшое недавнее время проделан огромный объем работы. Много объектов обновленных, реконструированных по многочисленным программам, которые сегодня федеральное правительство софинансирует или финансирует в основном. И обязательно софинансирует и край, и муниципалитеты. Поэтому важно понять, что мы эти деньги осваиваем в правильном направлении, что мы их делаем использованием эффективным. Виктор Томенко и Сергей Дугин возложили цветы к памятнику воинам-освободителям на мемориале славы. Временно исполняющий обязанности губернатора выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество города и края. По словам Томенко, в этом и заключается залог общего успеха. Елена Кузовкина, наши новости. Продолжаем выпуск. Цены на бензин в стране перестанут расти, но снижения стоимости ждать не стоит. Так считает президент Алтайского топливного союза Юрий Матвейко. Договоренности о заморозке цен во время экстренного совещания заключили вице-премьер правительства Дмитрий Козак, который курирует топливно-энергетический комплекс, и представители крупнейших нефтегазовых компаний. Стоимость дизельного топлива и бензина будут зафиксированы на уровне 30 мая. Изначально акцизы на топливо планировалось снизить с 1 июля, но по итогам заседания было решено перенести на июнь. По мнению президента топливного союза края Юрия Матвейко, такие меры позволят стабилизировать цены на автозаправках страны как минимум на месяц. Чего уж точно не стоит ждать, говорит эксперт, так это снижение стоимости. К слову, сейчас цена самого ходового, 92-го бензина в среднем по региону, равна 40 рублям 50 копейкам. В Барнаул ровно на один день пришло потепление. Речь не только о субботней погоде, но и о ежегодном масштабном дне открытых дверей на ТЭЦ-3 и арт-фестивале. Грандиозный праздник для горожан устроила сибирская генерирующая компания. Это первые счастливчики, которым удалось переступить порог обычно закрытого от посторонних глаз с предприятия. 2000 тонн весит один котел железа, без вспомогательного оборудования. Скорость вращения ротора туркины 3000 оборотов в минуту, 50 оборотов в одну секунду. Только раз в году жители краевой столицы могут побывать там, откуда в их дома приходит горячая вода, тепло, электричество. От желающих нет отбоя. Очередь на экскурсию растянулась на сотни метров. Но еще бы посмотреть-то было на что. Мы всю зиму работали только на то, чтобы в ваших квартирах, в ваших жилищах было тепло, уютно и комфортно. А сегодня мы открываем для вас ворота нашей станции. Добро пожаловать на самую большую печку. Я уверен, что вам будет очень интересно. Потепление не только экскурсии, это еще десятки тематических площадок. Зарядиться позитивной энергией желающим было отчего. Спортивный уголок, фотозоны, парад диджеев, конкурс аэрографии, аквагрим. Такое масштабное мероприятие. Интересно изнутри посмотреть, как все это работает. Ну и просто праздник. На сцене все даже творческая энергия. Детские молодежные коллективы словно передали эстафетную палочку гостям из Москвы. Вот знакомьтесь, это известный битбоксер Илья Орехов. А это уже те самые Иванушки, что Интернешнл. Именно это знаменитое трио под аплодисменты более 7 тысяч закрыло масштабный фестиваль. Кирилл Политов, Андрей Печоркин. Наши новости. По другим темам. Уровень воды в реках. Край растет. Как сообщает Алтайский гидрометцентр, за последние сутки вода в Катоне в районе сросток поднялась на 5 сантиметров. Зато Бия в районе Бийск за это же время упала на 7. Небольшой рост сохранился у Аби в районе Барнаула плюс 10 сантиметров. Режим повышенной готовности по-прежнему действует в двух районах края Краснощоковском и Черышском. Здесь отмечен наибольший рост плюс 82 сантиметра. Спасатели отмечают, что ждут возможных подтоплений в ближайшие дни. Тепло может спровоцировать обильное таяние снега в горах. По прогнозам метеорологов, в следующие пять дней по краю ожидается до плюс 28 градусов. Стало известно, как будет выглядеть обновленный парк Изумрудный в Барнауле. Нынешние арендаторы и разработчики представили первые эскизы реновации парка. По их замыслу, его территория будет разделена на несколько секторов детский, спортивный, прогулочный и другие. Главные достопримечательности парка пруты и еловая аллея сохранят и приведут в порядок. В то же время обещают авторы появится много нового. А так на острове посреди пруда обещают поставить кафе. В конце главной аллеи появится площадь со сценой. Все сезонный спортивный павильон вместо нынешнего скалодрома собираются возвести новый, более масштабный. Концепция получила одобрение в городской администрации. Теперь дело за детальной проработкой. Кроме того, как нам пояснил нынешний арендатор, полноценной работе на территории мешает судебная тяжба с предыдущим владельцем, бизнесменом Павлом Тулиным. В частности, от него требуют убрать занимающий значительную территорию открытый бассейн. Чтобы не тормозить процесс, арендаторы уже в этом году приступят к подготовке по озеленению парка. Появятся растения сообщества степей, бора, приречной зоны. То есть будет применяться принцип естественного озеленения. То есть высадка не только крупномеров, но и создание ландшафтных групп, которых не было. Как отметили разработчики, представленные эскизы не окончательные, еще ведется работа. Кроме того, свои коллективы могут внести и запланированные публичные слушания. Впрочем, не дожидаясь широкого обсуждения, авторы проекта приглашают всех желающих высказать пожелания уже сейчас на специальном сайте. Адрес сейчас на ваших экранах. Согласно планам, парк окончательно преобразится к 2022 году. Такие похожие, такие разные. В Барнауле во второй раз прошел парад близнецов. На одной площадке одного из семейных центров собралось несколько десятков братьев и сестер, родившихся в один день. О том, что значит быть такой одинаковой и непохожий с семьей в сюжете Ильи Кочеткова. Двойное счастье. Так говорят про них родители. Также организаторы назвали нынешний фестиваль. Хотя про некоторых правильнее сказать тройное. Праздник собрал вместе 33 пары близнецов и две пары тройняшек. В нашем городе на сегодняшний день, вот если говорить именно о малышах, близняшек и двойняшек, рождается достаточно много. И для меня эта аудитория очень интересна, потому что это уникальные люди, которые имеют не только один день рождения на двоих. Ну и еще одинаковые интересы. Кстати, для многих возможно окажется открытием, но двойняшки далеко не всегда похожи друг на друга, как, например, в семье Скобелкиных. При этом, говорят они, главная черта двойняшек не в каких-то особенностях, которые им приписывает молва. Все гораздо проще. Двое детей от одного отличается только тем, что их двое в два раза больше. Либо радости, либо пакости. Что уж говорить тогда о тех, кто воспитывает не двойню, а целую тройню. Внимание, наверное, уроки, даже каждый на себя тянет. Внимание, ну как бы сложно сконцентрироваться на троих. Для ребят устроили увлекательный квест с популярными мультгероями, миньонами, где они смогли проявить свою смекалку. На специальной площадке двойняшки и тройняшки смогли проявить себя в творчестве. Организаторы признались, ожидали больше участников, но, очевидно, внезапно наладившаяся погода увлекла многих на природу. Поэтому следующий парад близнецов они планируют провести уже в сентябре и сделать его более масштабным. Илья Кочетков, Александр Антропов. Компания «Жилищная инициатива» вот уже 20 лет успешно строит не только дома, но и хорошие отношения с жильцами. В День защиты детей в жилых кварталах прошла большая праздничная программа с участием героев мультфильмов. Больше двух тысяч детей и взрослых попали в сказочный мир, не выходя из собственного двора. Благоустроенная территория, развитая инфраструктура, комфортное жилье и счастливые лица маленьких жителей, когда в каждом дворе есть игровая и спортивная площадка. Огромный медведь-боксер, енот, пингвин и другие герои мультфильмов во дворе. Пожалуй, мечта каждого ребенка. В День защиты детей компания «Жилищная инициатива» устроила большой праздник для самых маленьких. Мне больше всего понравилось фотососе с собаками. Мне понравились бесплатные призы. Карандаши и мелкие. Приобретая квартиру, жилищные инициативы, новоселы получают полностью благоустроенное жильем для удобства клиентов. В конце мая был открыт дополнительный офис в квартале Лазурный. Везде ходим по кругу, интересно, очень смотрим. Много друзей встречаем, разговариваем, делимся впечатлениями. Очень все приятно. Елена Кузовкина, Ирина Корчагина, Александр Антропов. Наши новости. Будем болеть персонально. Футболист Александр Ерохин все же сыграет на Домашнем чемпионате мира. Главный тренер Станислав Черчесов включил Барнаульцев окончательную заявку сборной страны. До последнего болельщики с Алтая опасались, что Александр из-за травмы может пропустить грандиозное футбольное событие. Теперь наш спортсмен в списке 23. Фанаты игры уже успели пошутить. В чешуе, как жар горят, 23 богатыря. Чуть раньше, до оглашения официальной заявки, Ерохин начал тренировки в общей группе. До этого из-за ушиба стопы занимался индивидуально. Первые шаги в футболе Александр начинал в родном Барнауле в спортивной школе «Динамо». Сейчас защищает цвета одного из топовых клубов страны «Зенита» и «Санкт-Петербурга». Первый матч сборной страны сыграет ровно через 10 дней. Это будет встреча против гостей из Саудовской Аравии. В Алтайском крае впервые представили новый автомобиль «Джили Атлас». Динамичный китайский кроссовер появился в России в начале этого года и уже успел покорить сердца сотни тысяч автомобилистов. Вот он! Новый автомобиль «Джили Атлас». Яркий дебют автомобиля, который по дизайну сравнивают с гепардом в прыжке. Этот красавец способен разогнаться до 100 км в час за 10 секунд. Быстрый маневренный «Джили Атлас» всем своим видом отвечает на вопрос, как китайскому автопрому удается захватить российский рынок. Все больше и больше автомобилей китайской промышленности появляются у нас на дорогах нашего города. И, соответственно, водители видят то, что люди эксплуатируют китайские автомобили. И, соответственно, возникают вопросы. Они приезжают к нам, мы даем разумительные ответы на эти вопросы и они становятся обладателями наших автомобилей. По случаю старта продаж потенциальные покупатели получили подарки от автоцентра. Многие из них укоротили, строптиву от «Джили» на тест-драйве. Задние датчики парковки, сигнализация при экстренном торможении, удерживание автомобиля в подъеме, климат-контроль, полный привод 4 ВД. Стоимость «Джили Атлас» начинается от 1 миллиона 29 тысяч 990 рублей и до 1 миллиона 389 тысяч 990 рублей. Новый кроссовер уже можно встретить в столице края. Остановив выбор на «Джили Атлас», вы точно не останетесь без внимания на дороге. В связи с выходом новой модели «Джили Атлас» стартовала распродажа «Джили Акс-7» по привлекательной цене. Периодически каждый из нас берет в руки мастерок или валик, а возможно, заказывает бригаду строителей, чтобы сделать в своей квартире или доме ремонт. В какую сумму может вылиться обновление жилища и как сделать этот ремонт доступнее, узнаете из нашего материала. Полина, героиня нашего сюжета, решила, что ее квартире как раз требуется обновление. Ремонт планируют делать собственными силами. Чтобы узнать, каким нагрузкам должен быть готов семейный бюджет, отправилась в крупный строительный магазин. Променять кафель в ванной, сантехнику, плюс полы в квартире, обои переклеить планирую. Хотелось бы потолки натянуть. В общем, если все посчитать, нужно будет пару сотен тысяч точно. В отпуск уже, конечно, не поедем. Нужно выбрать либо море, либо ремонт. От мучительного выбора можно избавиться и даже выполнить все летние планы. Как это сделать, знают в банке «Восточный». На самом деле, на ремонт сегодня можно тратить всего 30 рублей в день. Да, это звучит фантастически, но в банке «Восточном» 6 июня будет проходить распродажа кредитов. Распродажа кредитов – это шанс воспользоваться предложением от банка, чтобы сделать качественный ремонт. Тем более, что условия, которые предлагает «Восточный», позволяют не экономить на качестве материалов. Мы предлагаем кредит до 500 тысяч рублей со ставкой в 11,5% годовых. Этой суммы вполне хватит, чтобы превратить свою жилплощадь в квартиру мечты. К тому же, погашать такой кредит будет достаточно комфортно для бюджета. Наша героиня Полина уже решила для себя, что ремонт будет делать не одна и нашла себе надежного помощника банк «Восточный». Ремонт всего за 30 рублей в день. Удачное предложение, которое позволит и квартиру обновить, и в отпуск съездить. Ремонт и отпуск отличный план на лето. А чтобы оба этих дела были вам по плечу и по карману, обратитесь к проверенному специалисту в этих вопросах банку «Восточный». И в завершении выпуска о погоде во вторник в крае без осадков ветер юго-западный умеренный. В Заринске пасмурно и 22, в Алейске и Рубцовске малооблачные до плюс 27, в Бийске до 24 градусов тепла. В Камни-Наби возможен дождь и 26, в Славгороде до 28. В Барнауле 5 июня пасмурно, без осадков, температура ночью 10-12, днем до 25 градусов выше 0. Все новости к этому часу. Хорошего вечера вам и до встречи в эфире.